Зато Александровск для юнормейцев состоялась муниципальная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 325-летию российского военно-морского флота. Стартовали юнормейцы команды «Пламя» довольно бодро, легко справились с доврачебной помощью и ловко с метанием гранат. А вот на этапах преодоления болота и сборки-разборки оружия ребята несколько отстали. Все этапы были несложные. Ну, конечно, были одни проблемы с автоматом «Калашникова», потому что у нас был одной модели, причем он старый, а здесь он новый был представлен, поэтому возникли сложности. Плюс другой порядок разборки. Может, именно поэтому у «Пальмы» первенства в военно-спортивной игре «Зарница», прошедшей на тактической базе Центра доп. образования в Белокаменке, команда «Пламя» уступила соперникам-патриотам. Ну, я думаю, то, что, ну, естественно, сплоченность коллектива, команда, ну, и просто бесстрашие, как бы, это просто, как бы, такое соревнование, в котором, ну, как бы поход, и нету ничего такого, чтобы бояться и переживать. Всего в муниципальной игре «Зарница» предусмотрено 8 основных этапов и отдельным туром игра «Борьба за знамя». Организацию и контроль за игрой взяли на себя военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии. Военнослужащие выступили в качестве инструкторов и судей. Все этапы рассчитаны на подготовку будущих защитников Отечества. Это и выполнение стрелкового упражнения, это и поиск мин, это преодоление препятствий, это метание гранаты. То есть мы старались сделать так, чтобы потихоньку дети приобщились к военному делу. В таком масштабном формате «Зарница Зато» была организована впервые. Каждая школа трёх городов и населённого пункта «Оленья Губа» представила по юноармейской команде. Состязание стало продолжением большого проекта, стартовавшего в начале этого учебного года. После открытия дома юноармии, когда показали вот эти возможности, мы поставили для себя цель провести второй этап, второй уже такого практического плана, чтобы объединить всех юноармейцев на такой уровень. В планах управления образования сделать игру не просто регулярной, а проводить «Зарницу» дважды в год. Результативность учащиеся уже доказывают. Так, например, на областном этапе Александровцы школы номер один имени Погодина вырвали победу у более опытных противников и теперь будут представлять регион на всероссийском уровне. Среди восьми спортивных клубов была только одна школа, и дети, и команда заняли первое место. Но вернемся к муниципальной «Зарнице». Задача участников военно-токсической игры найти в обозначенном квадрате юноармейское знамя. Помимо спортивных состязаний были организованы творческие этапы и образовательные площадки с мастер-классами. Все организовано, территория храняется, территория подготовлена. Есть медики, есть военные. Все очень безопасно, все организовано. Итак, по сумме баллов за все конкурсы определен победитель. Им стала команда школы номер два города Полярного. На втором месте юноармейцы школы Олени и Губы. А на третьем учащийся школа номер один города Полярного.